Всем доброго времени суток! Читаем для детей и гусеничек. Сегодня начнём читать книгу Михаила Плесковского «Большая пиратская книга». История первая. Один пират случайно спасся со своего тонущего корабля. Плыл-плыл на обломке мачты по океану и приплыл на необитаемый остров. Когда он очухался, то подумал, кого бы ограбить, но кроме одинокой пальмы грабить было некого. Тогда он решил, придётся всё же ограбить пальму, чтобы не терять квалификацию, и стал карабкаться по длинному мохнатому стволу за кокосовыми орехами. Но до орехов не долез, сорвался вниз и набил на лбу большую шишку. «Больше никого на этом острове грабить не буду», — поклялся пират. Но клятву свою всё-таки нарушил, когда очень проколодался. Что с него возьмёшь? Пират есть пират. История вторая. Один пират служил боцманом на корабле, и лихие матросы его очень уважали. За то, что один свой класс он потерял в бою, а другой сохранил целым и невредимым. В день рождения боцмана команда решила купить подарок. «Давайте бинокль!» Но сообща подумав, команда сообразила, что бинокль ему ни к чему, и подарила большую подзорную трубу, глядя в которую, всё равно один класс закрывать надо. Подарок боцману очень понравился. И он всегда носил свою подзорную трубу за правым ухом. История третья. Один пират закопал в пещере здоровенный кованый сундук с золотыми пиастрами. Он нарисовал на бумажке, горелой головёшкой, план места, где спрятаны сокровища, и унёс её на корабль. Но название того острова, чёрт возьми, не указал для памяти, из-за своей пиратской неграмотности. А через некоторое время и совсем забыл, из-за своей пиратской рассеянности. Вот что бывает, если грамоте не обучен. Так и пропал сундучок с пиастрами. Лежит себе где-то в пещере, на каком-то острове. Но кто же его знает, на каком? И до сих пор его найти не могут. История четвёртая. Один пират упал за борт в море. И тут его заметила акула. Подплыла и грозит. Отдавай тельняшку, или я тебя немедленно проглочу. А сама страшная. И каждый зуб у неё не хуже пиратского ножа, даже, может, и острей. Только пират неробкого десятка оказался. Он ей фигу показал. Не отдам. Своя тельняшка ближе к телу. Пожатничал, значит. Ну, акула с ним чикаться не стала и решила проглотить вместе с тельняшкой. Но когда она его глотала, пират зацепился за акулей острый зуб. И ни туда, ни сюда. Акула мучилась, мучилась и выплюнула его, подумав, зачем мне дырявая тельняшка. Но это, насколько известно, был первый и последний случай, когда жадность выручила. Так что учиться у этого пирата нечему. История пятая. Один пират очень любил поесть. И сам не заметил, как стал тостяком. За что его на судне прозвали Пуздро. Для него и сапог-то снять непростым делом было. А не то, чтобы там из пистолета целиться. Или чего доброго на абордаж с криком бросаться. И довела его вкусная пища до того, что напрочь он свой грозный вид утратил. Кто не глянет на Пузатика, все смеются. Он пугает, допустим. А никому не страшно. Не выдержал пират Пуздро такого неуважения к своей профессии. Плюнул на все. И пошел на пенсию. История шестая. Один пират решил жениться. И такая ему пиратка в жены попалась, Что заставляла его стирать, Штопать, Палубу драить и рыбу жарить. Вздумал он было сопротивление оказать. А она его в угол каюты загнала, На пистолете курок взвела И стращает. Выбирай одно из двух. Или ты будешь у меня по струнке ходить, Или я тебя, борода нечесаная, В бараний рог скручу. Вот пират свои косматые ручища И поднял вверх. Сдаюсь, моя беспомощная, Беспрекословная, Из двух. Первая выбираю. Так он под каблуком у нее и остался До конца своих дней. Взяла его любовь на абордаж. А какой пират был? Ого-го! А может даже? Ого-го-го-го! Ого-го-го-го! История седьмая. Один пират захотел в школе заниматься. Учительница и спрашивает на уроке этого пирата. Сколько будет пятью пять? Он даже соображать не стал. Сразу ответил. Девяносто! Услыхала учительница такое. И в обморок. Бац! Тогда другую прислали. Та, значит, тоже пирату вопросик подкинула непростой. Сколько месяцев в году? Пират и бровью не повел. И четко так отчеканил. Много! Новая учительница тоже со стула. Бабах! Больше директор не захотел рисковать И со своими учительницами разбрасываться. Показал пирату на дверь и крикнул. Вон! С давней той поры все пираты любую школу за сто миль чуют И подальше от нее уплывают. Очень им надо, чтобы их оттуда выгоняли. История восьмая. Один пират за драку в тюрьме очутился. Сидит за решеткой и песенку поет про красавицу Мэри. День поет, пять поет, на десятый надоело. И до того грустно ему стало, что начал он зубами железные прути грызть. Грызет и размышляет. Зачем я дрался? Вот сижу я здесь, в казенном доме, А мог бы на вилле свои цветочки разводить. Откуда ни возьмись, мышка выстречила и уставилась на пирата. А он по полу ножище как грохнет, как рявкнет во всю глотку. Кыш! Мышка вдруг и говорит ему. Дурак, я тайный ход знаю. Но теперь, раз ты такой злюка, не покажу. Пискнула и убежала. Схватился пират за голову и зубами заскривжатал от злости на себя. И понял, что понапрасну нечего даже мышек обижать.